Павловния. Уникальный вид быстрорастущих деревьев, не имеющих аналогов в мире. Короткая история. Дерево родом из Китая. Самые ранние документы и летописи, упоминающиеся об использовании этого чудесного дерева, датируются ранее 2600 лет до н.э. Веками дерево росло в Японии и было известно под названием кири, и всегда считалось священным деревом, символом удачи. В 1823 году в Японию прибыл Филипп Франц фон Зиббальд, немецкий естествоиспытатель. Проведя некоторое время в Японии, он возвратился в Голландию и привез с собой семена красавицы гири. Как назвать это красивое растение? Конечно же, в честь любимой королевы Анны Павловны, королевы Нидерландов, урожденной Романовой, шестой дочери Павла I и императрицы Марии Федоровны. Именовать род растения Анны было нельзя, поскольку такое уже существовало, и тогда было решено использовать для названия отчество Анны, которое по-европейски было принято за второе имя – Павловния. Анна Павловна помогала немецкому испытателю финансировать экспедицию в Юго-Восточную Азию. Впоследствии вместе с Йозефом Цуккарини он издал книгу «Флора джапоника», где впервые были описаны свойства и качества дерева. Японцам понравилось европейское название, и они стали тоже называть это красивое дерево Павловнией. Благодаря своей изысканности дерево Павловния считается императорским деревом, а его изображение находится на гербе императорской семьи Японии. В кабинет министров Японии также используется изображение Павловнии на правительственной печати официальных документов. Изображение Павловнии используется в качестве официальной эмблемы премьер-министра Японии. Павловния изображена на Ордене Восходящего Солнца, является одной из высших наград, вручаемых за заслуги перед страной. Им награждают только японцев, самого высокого ранга, адмиралов, генералов, дипломатов, юристов и политиков. На каждом японском ордере или медали присутствует символ императорского герба – цветы Павлони. Нельзя не отметить и присутствие Павловнии на японской валюте, на монете стоимостью 500 йен. Павловния – одно из самых быстро растущих деревьев на планете. Средний годовой прирост у дерева Павловния составляет в регионах со средней годовой температурой плюс 3, от плюс 3 до 7 градусов Цельсия, центральный регион России, Москва, Санкт-Петербург, от 2 до 2,5 метров в год. В регионах со средней годовой температурой от плюс 8 до плюс 14 градусов Южной Геройной России, Россия и Крым от 3 до 5 метров за год. Срок жизни дерева Павловния – от 70 до 100 лет, что также является уникальным качеством среди других быстрорастущих пород. Наиболее интенсивный рост у дерева Павловния наблюдается в первые годы жизни. С возрастом, начиная с 5 года, прирост замедляется и составляет только 20-30 см, а диаметр ствола увеличивается на 0,5-1 см. Павловния содержит более 20 видов, у которых имеются сходные качества, и поэтому их именуют собирательным названием Павловния. Устойчивость к низким температурам у видов Павловния разная. Например, Павловния Волгличная выдержит морозы до минус 30, Павловния Элеганта – до минус 16, Павловния Фортуны – неустойчива к воздействию температур ниже нуля. Уникальность Павловния заключается в том, что дерево не требует повторной посадки. После каждой вырубки скоса дерево регенерирует. Продолжительность жизни корня от 70 до 100 лет и может вынести 8-9 циклов по 8 лет, что дает нам возможность возобновить наш рабочий процесс без затрат на новые посадки и обработку земель. Ствол можно срубить в любое время года, несмотря на сезон и короткие сроки уборки, чего не бывает у других видов деревьев. Первый год жизни у дерева крупные волокнистые листья, которые в диаметре могут достигать 50-85 см. Сердцевидные или яйцевидные формы, с круглыми краями, ярко-зеленые, сверху пушистые, снизу войлочные. Цвет осенней листвы не изменяется, а падают зелеными, затем становятся коричневыми. Цветения приходятся на весну и продолжаются в течение 6-8 недель, что делает дерево павловни идеальным материалом для озеленения городов в парковых территориях. Цветки крупные, окраска голубовато-фиолетовая, сиреневая или почти белая. Собраны цветки в крупные верхушечные метелки. Корневая система павловни стержневая, якорная. Корень достигает глубины 4,5-9 метров. Кора тонкопластичная, светло-серая, гладкая, с легкими трещинами на взрослых деревьях. Плоды длинные, крючковатые, древесная капсула размером до 10 мм. Семена бабочкообразные, 2-7 мм длиной, перепончатые, крылатые. Древесина павловни накапливает вещество танин, которое делает ее устойчивой, поедая интермитами и жуками-точильщиками. Хорошо чувствует себя в городских условиях. Павловни требует регулярного полива только в первые 2 года. Расход воды на 1 саженец 30-40 литров, внесенный за 1-2 раза в неделю. После развития корневой системы, 3-й год, потребности в специальном поливе отпадают. Павловни является приспосабливающимся к местности, устойчивым к погодным условиям деревом. Регенерирует и восстанавливает почву. Очень декоративное и красивое, неагрессивное к окружающей среде насаждение. А также фабрика кислорода и оружием против глобального потепления. Производителем целлюлоза, кормов и отличный медонос. При этом быстро растет и набирает массу. Могусть и красота, древесина, листья, цветки, у всех есть свойства и качества, которые мы можем воспользоваться. Прирост древесины по волне в 1 кубический метр за 7-8 лет не сравним с приростом любого другого древесного вида. Растение в целом со своим ускоренным ростом является маленьким богатством для человечества. Оздоравливает и восстанавливает почву от урозии. Одно дерево поглощает 22 кг СО2 и отдает 6 кг кислорода. Вдумайтесь в эти цифры. Подготовленные качественные саженцы дерева павловния с укрепленной парневой системой способны расти на малоплодородных почвах, в том числе глинистых. Огромные листья и большая крона предоставляют густую плотную тень в местах отдыха, парках и скверах, образуя приятные прохладные уголки в самом центре загазованных и душных городов. Если существует дерево, которое может сказать легкие города, это павловния. Лиственная масса из павловния часто используется для откормки крупного рогатого скота, коровы, овцы, козы и другие. Ее качества близки с качествами люцерны. Она содержит около 20% протеина в зеленом состоянии и около 12% после осеннего листопада. Насыщена микроэлементами, ее усвояемость 60%. Наибольший процент содержания протеина находится в молодых однолетних растениях. Поэтому если основная цель это получение питательной биомассы из павловнии для откормок крупного рогатого скота, целесообразно сдавать отдельную плантацию и собирать качественные урожаи в конце летнего периода. Технология плантационного выращивания быстрорастущих деревьев павловния для производства растительной биомассы за год на одной площади га позволяет получить 35-40 тонн качественного растительного сырья. Доступность и высокий выход обеспечивают низкую себестоимость при откормке. Один из важнейших показателей при выборе фуража в индустриальном животноводстве. Установлено, что листья павловнии содержат вещества, которые благоприятно влияют на работу печени, почек и желчного пузыря, а также применяются при проблемах с легкими. В Китае свойства листьев павловнии известны издавна. Даже фармацевтическая промышленность занимается промышленным производством лекарств на основе павловнии. У листьев есть и другие свойства. Их применение в косметике в азиатских странах настолько же давнее, как и применение их в медицине. Но для Европы это новинка. Только последние годы экстракты из листьев павловнии включают состав медикаментов, кремов и духов. Пробуждаясь от зимней спячки в феврале-марте, павловния выпускает цветы в форме колокольчика, каждый до 6 см в диаметре. Ворсистые, голубовато-фиолетового, сиреневого или почти белого цвета. Аромат ноты цветов павловнии определяются как ванильный, пудровый и слегка миндалевый. Установлено, что это связано с содержанием в аромате гелиотропиня, вещество известное в парфюмерии, присутствующее и в других ароматах, например, иитянская ваниль. Анализ аромата цветущей павловнии выполнен так называемым GC Mass Spec, методом основанной на газовой хроматографии и спектрометрии массы. Помимо красоты цветки еще отличаются и сильным благоухающим ароматом, являются отличным медоносом. С одного гектара павловнии можно получить 800 кг и более меда. Преимущество в том, что при выращивании дерева павловнии вообще не применяется химическая продукция, тем самым мы не вредим пчелам, которые не переносят применение гербицидов и других химических препаратов, получая натуральный, экологически чистый продукт. Мед из павловнии легкий, прозрачный, очень светлый и ароматый. По цвету и конститенции его можно сравнить только с медом из акации. Мед из павловнии, так же как и акации, является высочайшего качества. Кроме как деликатес, он еще и служит и в качестве лекарства. Известны его свойства, благотворно влияющие и помогающие при лечении бронхита, болезни легких и дыхательной системы, а также улучшают функцию желчного пузыря, печени и пищеварения в целом. Качество меда павловнии обусловлено биологически активными веществами, находящимися в ее цветках, так что и сами цветки можно употреблять в пищу. Использование павловнии в качестве биотоплива, биогаза и биоэтанола. При постоянно растущем потреблении биотоплива, уже в ближайшее время странам Центральной Европы не будет хватать своих лесных ресурсов, поэтому Германия, Голландия, Великобритания и Испания планируют значительно увеличить импорт пилетов. Сегодня, когда технический прогресс измеряется степенью защиты природы, все больше внимания стали уделять биотопливу из возобновляемых высокопроизводительных энергетических культур. Использование павловнии в виде энергетического сырья видится наиболее перспективным за счет большой биомассы и быстрого роста. Павловнию можно использовать в виде пилетов, твердое топливо для котлов и каминов с полностью автоматизированной подачей топлива, а также в виде сырья для альтернативного восстановленного биотоплива. Для этих целей используются все части дерева, ствол, ветки и листья. Пилеты можно использовать как для котлов, обогревающих частные дома, квартиры, так и для большинства установок электросетей. Биогаз – это новый источник возобновляемой энергии, экологически чистой и экономически целесообразной. Это газ, состоящий в основном из метана, диокиси углерода и в небольших количествах других газов. Возникает при ферментации органических веществ в анаэробных условиях, в отсутствии кислорода. Биогазовые установки – это установки, где происходит ускоренная форма естественного цикла разложения. Листья половнии все чаще применяются в качестве компонента органического вещества этого биотоплива. Имея большой размер, при разложении вырабатывается больше основных газов, из которых непосредственно состоит биогаз, по сравнению с органическим материалом, предполагаемым другими типами растений, что делает половнию идеальным продуктом для получения этого биотоплива. Другое применение половни – это использование ее в качестве сырья для производства биоэтанола. Американские ученые разработали новую технологию, основывающуюся на комбинировании термохимического и биотехнологического методов, в результате которых из 1 тонны сухой древесины извлекает 511 литров этанова. Это является единственной причиной назвать наше дерево нефтяной скважиной. Создание плантаций быстро растущих деревьев в сочетании с эмоциональными технологиями выращивания деревьев в Павловнии может стать важной частью политики экономии ресурсов и решения проблем, связанных с потреблением энергии, без риска для окружающей среды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова